В эфире новости Анапа. Регион. Студии Татьяна Григорьева. Здравствуйте. Вначале о главных темах этого выпуска. Всякими путями отказываются, как бы не понимаем мы этого или не так поняли. Батуты под запретом. В Анапе проверили соблюдение правил эксплуатации аттракционов. Мы стараемся донести до них саму важность этого мероприятия, потому что правила – это наша жизнь на дорогах. Дорога – не место для игры. В Анапе прошел марафон детской дорожной безопасности. Банк России, ВТВ, Центр Инверсии, Альфа-Банк. Как вы думаете, что здесь лишнее? Финансовые бои. Краевой проект повышает финансовую грамотность анапской молодежи. Сегодня в Анапе состоялась очередная сессия Совета муниципального образования. Ее провел председатель Леонид Краснорудский. В работе заседания приняли участие мэр Василий Швец и заместитель межрайонного прокурора Артем Бакумов. Депутаты приняли изменения в устав города-курорта, бюджет и ряд муниципальных программ. Сегодня депутаты внесли изменения в бюджет Анапы и ряд муниципальных программ. Добавлены средства на проведение форумов студенческой и рабочей молодежи в октябре и ноябре этого года, а также на ремонт кабинетов в сельских школах, предназначенных для открытия точек роста. Мэр Анапы, обращаясь к депутатам, подчеркнул, месяц, оставшийся до 1 сентября, пролетит быстро и призвал народных избранников побывать в школах в своих округах, узнать, какая помощь нужна в подготовке к учебному году. Пожароопасная ситуация – еще один вопрос, на котором акцентировал внимание Василий Швец. Леонид Краснорудский также призвал коллег по депутатскому корпусу обратить особое внимание на актуальные темы этих дней. Решено, что выездной комитет депутатов проверит подготовку школ к учебному году прямо на местах. Хочу всех без исключения попросить принять активнейшее участие и в подготовке школ, и в вопросах противопожарного режима, который сегодня очень актуален, и в вопросах просто жизнедеятельности города. Также сегодня в устав муниципального образования была добавлена статья «Инициативные проекты». Такой документ может внести инициативная группа численностью не менее 10 человек, достигших 16-летнего возраста, а также органы ТОС или староста сельского населенного пункта. Эти проекты, например, по благоустройству или ЖКХ, будут учитываться при формировании расходной части бюджета. Никита Бойко, Алексей Девикин, Михаил Григорьев, Анапа-регион. В Краснодарском крае временно запрещено проведение массовых мероприятий численностью свыше 500 человек. Изменения в постановлении о введении режима повышенной готовности подписал губернатор Вениамин Кондратьев. Новая мера дополняет действующие ограничения и не распространяется на массовые мероприятия в образовательных организациях. Напомним, режим повышенной готовности на Кубани действует до 1 октября. Жители и гости региона должны использовать маски в местах массового пребывания, в объектах торговли и бытового обслуживания, на вокзалах, в транспорте, на парковках, в лифтах и других местах скопления людей. Сохраняются требования соблюдать социальную дистанцию 1,5 метра. Также сохраняются требования при заселении в гостинице. Ограничения введены в связи с ростом заболеваемости COVID-19. За последние сутки в Крае зарегистрированы 265 новых случаев заражения коронавирусом. Четыре из них в Анапе. Так называемые фотоживодеры остаются одной из вопиющих проблем курортных городов, в том числе и Анапы. Рейдовые группы пресекают деятельность фотографов, которые издеваются над животными и птицами ради прибыли. Однако зачастую незаконные предприниматели снова появляются в курортных зонах. И теперь к борьбе с ними подключается все больше неравнодушных людей. Несмотря на постоянные рейды межведомственных групп, так называемых фотоживодеров на улицах курортных городов, к сожалению, меньше не становится. Отдыхающим предлагают сделать снимок с экзотическим животным или краснокнижной птицей. Фотографы берут за это немалые деньги, а о питомцах, которые весь день проводят на жаре без пищи и воды, никто не заботится. Состояние у них неудовлетворительное, животные истощены, опрелости. У одной обезьянки хвост переломанный в трех местах, нет одного глазницы, глаз выбитый. Сегодня наши коллеги с телеканала «Кубань-24» провели акцию в защиту животных. На одном из пляжей Анапы они поставили клетку с девушкой внутри и предлагали гостям сфотографироваться с ней. «Лучше фото с человеком, чем с животным», – гласила табличка на клетке. «Равнодушным не остался никто». В борьбу с фото живодерами в Анапе включились и активисты «Молодой гвардии Единой России». Они объявили войну дельцам, зарабатывающим на беспощадной эксплуатации животных. Теперь общественники «Молодой гвардии» проводят регулярные рейды по многолюдным местам. При обнаружении нелегальных предпринимателей на место незамедлительно вызывается полиция, обладающая полномочиями накладывать штрафы и конфисковывать животных. Также активисты проводят разъяснительные беседы с фотографами и туристами. «До свидания мне не надо говорить». «Я прощаюсь с вами. До свидания – это знак уважения». «До свидания». «До свидания». «Да?» «До свидания». «Вы забыли вот полосить звать». «Нет, не забыли». Наряду с активистами рейды в курортных зонах продолжат и межведомственные группы. Анапчаны гостей курорта призывают пожалеть животных, подумать о нравственной стороне вопроса, не фотографироваться с ними, то есть не финансировать жестокий и бесчеловечный бизнес. А если вы заметили на улице или на пляже такого фотографа, сообщайте об этом в полицию. Никита Бойко, Алексей Дивейкин. Анапа. Регион. Батуты под запретом. Весной прошлого года вступили в силу правила государственной регистрации аттракционов. До недавнего времени не было единой системы контроля за потенциально опасной техникой, которой зачастую пользуются детям. Каждый регион решал проблему по-своему и чаще всего уже после несчастных случаев. В Анапе подобных случаев не зарегистрировано, но комиссия по выявлению таких мест развлечений работает. Представитель Ростехнадзора и сотрудники мэрии Анапы в этот раз посетили село Витязево и Пионерский проспект. У постоянных владельцев аттракционов, которые уже много лет предлагают свои услуги, документы в порядке. В поле зрения комиссии – те предприниматели, которые приезжают в сезон заработать деньги, но документы не оформляют. У этого владельца целых два батута. Он уже привлекался за отсутствие разрешения. Сейчас полтворно уже. Это уже штраф увеличивается. Мне нужны документы, правоустанавливающиеся. Сказать, что это ваш аттракцион. Подобные проверки аттракционов просто необходимы. Зачастую они не соответствуют требованиям безопасности, и ребенок может получить серьезную травму. Поэтому оборудование должно быть поставлено на учет в органах гостехнадзора по месту установки. После успешного прохождения всех процедур, владелец получает государственный регистрационный знак, который размещается на видном месте у входа. Правительство дало отсрочку до 1 декабря, но это не в том случае, что до 1 декабря работают. До 1 декабря они могут зарегистрировать, но не работая. Они этого не понимают и всякими путями отказываются, как бы не понимаем мы этого или не так поняли. Такие возникают проблемы. За этот рейд было выписано 4 протокола. Для предотвращения несчастных случаев подобная работа будет усилена. Рейдовые мероприятия пройдут не только в курортной зоне, но и на пляжных территориях. Руслан Душевский, Анапа, регион. Дорога не место для игры. Об этом четко предупреждают правила дорожного движения. Сегодня маленькие жители 12 микрорайона вновь вспомнили о них, приняв участие в марафоне детской дорожной безопасности, который стартовал в Краснодарском крае 24 июля. Более 50 мальчишек и девчонок собрались на спортивной площадке 12 микрорайона. Сегодня это импровизированный перекресток, на котором ребята проверяют свои знания правил дорожного движения. Организаторами выступили Управление по делам молодежи, представители ГИБДД и Анапское отделение Общества автомобилистов, а также активисты отряда и юных инспекторов дорожного движения. Главная задача – рассказать ребятам, как себя вести на дороге и не попасть в беду. Сейчас очень много молодежи учатся, во-первых, в автошколах, уже 16 лет начали обучать. И как бы люди интересуются действительно ПДД. Мы стараемся донести до них саму важность этого мероприятия, потому что правила – это наша жизнь на дорогах. Также мы проводим мероприятия ежегодно в школах, соревнования проводим на велосипедах, и даже призы выдаем очень хорошие за первые места. И также вот мы буклетики, вот такие буклетики распространяем, именно детские, чтобы не было детского травматизма на дорогах. Участники мероприятия разбиваются на команды и проходят различные испытания. Разгадывают кроссворды с терминами дорожных правил, собирают автомобильные знаки, отвечают на вопросы викторины. Но, пожалуй, самым интересным испытанием стала проверка умения ездить на велосипеде. Большинство ребят с этой задачей справились на отлично. Катаюсь я с 7-8 лет, так как мне подарили велосипед на день рождения, и сразу научили кататься в тот же день. И сегодня я, в принципе, нормально проехала, мне было вообще несложно, потому что, ну, умею хорошо. Для ребят сегодняшний праздник – это не только увлекательное приключение, но и проверка знаний правил дорожного движения. В обучении и воспитании большую роль играют и родители малышей. Уважаемые родители, у нас очень много появилось в продаже электросамокадов, велосипедов, скутеров. Не допускайте, чтобы ваши дети выезжали на проезжую часть дороги. Это повышенная опасность. У нас много парков, скверов, где дети могут провести хороший отдых, покататься там. Но вы поймите, что ваша внимательность – это безопасность ваших детей. В завершении встречи команды-победители получили заслуженные дипломы от организаторов. А памятные фото с сотрудниками полиции еще раз напомнят ребятам, что правила дорожного движения нарушать нельзя. Руслан Душевский, Анапа, регион. Сегодня в Анапе состоялись первые финансовые бои. Эта интерактивная игра – часть краевого проекта по повышению финансовой грамотности молодых людей, тех, кто хочет всерьез заняться бизнесом. Его организовало Министерство образования, науки и молодежной политики Кубани совместно с одним из коммерческих банков. Что такое эквайринг и калькуляция? И каким может быть количество сотрудников малого предприятия? На эти вопросы сегодня отвечали участники интерактивной игры «Финансовые бои». Видите, Банк России, ВТВ, Центр Инвест, Альфа-Банк. Как вы думаете, что здесь лишнее? Сообщаемся. Как ни странно для непосвященного человека, но лишним в этой компании оказался Банк России. Остальные структуры коммерческие. Обучить молодых людей о замфинансовой грамотности решили в Краевом Министерстве образования, науки и молодежной политики при поддержке одного из как раз коммерческих банков. Участники сегодня у нас здесь присутствуют из города Анапы, Славянска-на-Кубани и Тимрюка. Ранее были выезды осуществлены в Ленинградский район, в город-курорт Геленджик и другие районы. Участники – молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет, которые заинтересованы в открытии собственного дела, повышении уровня финансовой грамотности своей и транслировании своих идей уже, скажем так, на аудиторию большую. Кроме интерактивной игры, сегодня участникам проекта предложили мастер-класс по бизнесу, а в будущем они могут рассчитывать на получение серьезной поддержки. Это входит в число задач проекта. Повышение финансовой грамотности и также мы будем приглашать участников на обучение по предпринимательству, чтобы они прокачивали свои навыки. Все это будет абсолютно бесплатно. У нас есть курс «Акселератор», где мы бесплатно обучаем у всех желающих, кто хочет начать свой бизнес, либо уже есть действующий бизнес, они хотят развить, масштабироваться. При желании начинающие предприниматели смогут защитить свои бизнес-проекты и получить на них финансирование. Речь идет о суммах до миллиона рублей. Первый шаг к воплощению своих идей эти молодые люди сделали сегодня в Анапе. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Все выпуски новостей можно найти на нашем сайте anaparegion.ru и в социальных сетях. Подписывайтесь и будьте в курсе событий. На этом я с вами прощаюсь. До встречи и хороших вам новостей!